Это программа новости спорта, я ее ведущая Лада Дудко и сегодня у меня в гостях мастер спорта международного класса Анастасия Гриценко. Также хочется отметить, что Настя двукратный чемпион мира и двукратный чемпион Европы. Привет, Настя. Привет, Лада. Спасибо огромное, что согласилась со мной сегодня пообщаться. И сразу вопрос в лоб, что называется. Как ты пришла к такому результату? Ты сейчас недействующий спортсмен, закончила карьеру. Как все начиналось, как все складывалось? Расскажи, пожалуйста, про свой путь. Мы, получается, с семьей жили в военном городке. Это было давно, естественно, да. И я все время была очень активным ребенком. У меня мама не знала, куда меня отдать. И вот в какой-то момент мы шли мимо бассейна, и в два с половиной годика меня отдали просто на плавание. Соответственно, с двух с половиной лет до семи ориентировочно я просто плавала. То есть все детки спали, да, когда был тихий час. А я все время говорила, мам, я не хочу спать, но я бы такая гиперактивная была. И, соответственно, где с четырех лет мне разрешили уходить, ну, вместо дневного сна на плавание. Я там в пять лет уже на соревнованиях просто выступала. И в семь лет, получается, к нам в город, ну, раньше же, помните, вот эти вот афиши такие вот были, да, мы их там рисовали, клеили, вот это все, да, потому что это далекие девяностые. Сейчас выдала, сколько мне немножко лет. И, соответственно, мы проходили в нашем городе, да, на главной аллее, получается, ну, были вот эти вот все стен газеты и так далее. Там было, что приезжают девчонки, как раз Мария Киселева, она какое-то время назад вела программу «Слабое звено», такая все ее стерочкой звали. И, получается, Маша и Оля Брусникина, они приехали, представляли дуэт. Я говорю, мам, смотри, какие красивые девочки. Я говорю, я хочу ровно так же. Она такая, ты уверена? Да. И там было как раз, получается, представление, ну, как бы для меня это было как представление, и потом, типа, набор девочек в школу синхронного плавания. Все, мы пришли, посмотрели, я показала, как я плаваю, там, какие-то, ну, какой-то легкий такой отбор, типа, знаешь, звездочка там на спине, там, носик зажми, куврочек назад сделай, все. И меня, соответственно, как бы отобрали. И вот, получается, 7 лет, ну, вот пошла моя спортивная карьера, скажем так, в гору. Семи лет? Ну, семи лет уже, да, получается. Ну, с двух до пяти, ну, как бы, реально, я очень быстро поплыла, поплыла у меня, вот старшая моя дочка сама в два с половиной года поплыла, вообще ее никто не учил. Ты же просто выкинули в бассейн. Ну, она, короче, знаешь, как-то чисто на генетическом уровне, вообще, маленькую, ну, как бы, младше до сих пор учу, а старший просто вот так вот, у него как тумблер сработал. Вот с двух до семи, получается, было плавание, да, то есть у нас все равно какие-то соревнования были, а с семи мы уже конкретно, вот, как бы, причем это было мое желание, неважно, чтобы, там, наша школа, какие-то травмы, я все равно родить, мне говорила, я хочу, то есть я вот такая вот упертая, ну, я еще донская казачка, получается, может быть, корни какие-то, может, просто, ну, не знаю, характер такой. Ну, плюсом спорта, он сам по себе это вырабатывает, вот это уже стержень этот бешеный. Ну, да, да, скорее всего. Как потом все строилось? Вот семь лет ты плаваешь, ездишь на соревнования, как все это с учебой, куда потом поступило, как вообще спортклассы, какие трудности были? Ну, в таком уже подростковом. А, ну, смотрите, ну, в общем, получается, что, ну, у нас же есть школа Олимпийского резерва, в которой ты можешь поступать, ну, по крайней мере, в Москве я училась, она, получается, на Ткацкой была, ну, с ребятами там и прыгуны в воду, и, ну, короче, все, что с плаванием было связано, еще троеборцы, фехтование вот у нас ребята были, соответственно, с восьмого класса. Получается, с 7 до 11 лет я как раз училась вот в этом и жила в военном городке, я ходила в школу, это было с 8.30, где-то до часу, до двух, потом, соответственно, я быстренько обедала, либо в машине, и, а, нет, вру. Короче, я сначала с 7 до 11 там жила и тренировалась, сначала это было три раза в неделю, потому что нужно было понять вообще, подойдет, не подойдет. Просто, ну, люди, которые смотрят синхронное плавание, да, со стороны, да, как сейчас называется, артистическое плавание, думают, что это все легко, а это, извините меня, это растяжка, это как вот а-ля художественная гимнастика, это подъемы тени, колени, тени, ну, вот недавно мы с тобой виделись, я показывала. Это, соответственно, и акробатика, тебе какие-то выбросы из воды нужно делать, да, это и плавание, то есть мы плавать должны очень хорошо. Ну, как бы я после завершения спортивной карьеры выступала еще за фитнес-клубы, да, то есть там очень-очень много всего, это и выносливость, это и бег, и зимой, и летом, неважно что. То есть вот мы вот тренировались, ну, я тренировалась с 7 до 11 лет, да, в графике, наверное, где-то первый год это три раза в неделю, и потом, соответственно, на тебя тренер смотрит, если ты подаешь как бы надежду, у тебя хорошие шпагаты, там ножки, там еще что-то, да, то, соответственно, дальше ты уже переходишь на более активные какие-то тренировки, потому что, ну, для профессиональной деятельности три раза в неделю абсолютно недостаточно. То есть мы потом, наверное, где-то я лет с 9 перешла на график 5-1. Ух ты! Да, 5 дней в неделю тренируешься, субботу-воскресенье отдыхаешь, либо субботу, по-разному. У меня просто тренер, ну, первым был, соответственно, Кириакидина Толянина, она была из Москвы, и она к нам ездила сюда, ей снимали от Федерации квартиру в этот военном городке, и она, соответственно, нам преподавала, то есть ей все равно домой к семье необходимо было ездить. Все, и потом меня на одних из соревнованиях рассмотрела Данченко Татьяна Евгеньевна, это который нынешний тренер с Татьяной Николаевной Покровской, то есть, да, там Данченко Татьяна Евгеньевна, она отвечает за соло-дуэты, да, то есть вот она вот на меня обратила внимание, мы подъехали с отцом в бассейн. Труд тогда он уже назывался на Нагатинской, сейчас трудовые резервы. Она меня посмотрела, мы сделали там, ну, попросили отбор там в зале, на воде, все, она меня взяла. И вот с 11 до 14 лет меня мама каждый день из Чехова возила на Нагатинскую. Трудоемкий труд, бешеный, что твой, что у родителей вообще жесть. Ну, маме пришлось, да, уйти с высокопоставленной, скажем так, должности, и, ну, как бы вот пожертвовать, ну, чему не сказано, я благодарна, да, что вот она меня каждый день возила. Представляешь, 6 дней в неделю. Тогда же еще были вот эти машины у нас, у кого четверки, пятерки, Лада, да, там, ну, вот это вот, все, ужас. Ничего, трассы не освещаются, едешь там и зимой, и летом, да. Но это был мой выбор, мне предлагали несколько раз родители закончат, говорят, Настя, давай, наверное, все уже, какой-то там результат достигли, я говорю, нет, пошли дальше. А после какого результата сказали, давай, может быть, закончим? Слушай, наверное, лет в 14, когда вот этот переход на какой-то 13 период пошел, когда мы детский Common Cup, чемпионат мира детский выиграли в Италии, еще что-то. Мама говорит, ну, давай смотри, говорит, либо учеба, либо спорт. Я говорю, мам, давай спорт, потому что все равно учебу можно подтянуть. У меня, кстати, прошу заметить, еще были, знаешь, как получается. Вот пока я ездила, да, то есть мы, получается, в 2.30 я заканчивала школу, мама меня отвозила. И с 4 до 9 вечера у нас были тренировки, это была суша, каждый день час. Это либо, да, станок час, потому что у тебя статика должна быть, ты же там все делаешь красиво ручками, это все нужно отработать. Три раза в неделю был станок, и три раза в неделю жесткое такое прям ОФП с курсовками. Потом ты идешь час или полтора, просто плаваешь, вот это вот все выгребаешь, да, а потом уже наши вот эти вот там фигурочки, постановка программ в 9 заканчивали. Столовка закрывалась там в 8.30, родители нам успевали брать еду, и пока я ехала домой, я, соответственно, кушала. Домой приезжаешь, 10.30, уроки и спать, и снова здорово. Знаешь, как было, я вначале немножко жалела, думаю, вот, ребята на улице там играют, бегают, прыгают, а нам нельзя было. Я один раз получила хорошего подзатыльника такого, потому что наши ножки из воды высовываются, они должны быть красивы. А так как я оторвала, но вам мне это видно и сейчас, да, я все время попадала в какие-то перипетии. Вот где-то, знаешь, Настюшка опасность, Настюшка проблема, и я прихожу на сборы, у меня вот такой синий чел на ноге, мы с пацанами во что-то там играли. Казаки-разбойники, еще что-то, я вот забралась, сорвалась. Камнями кидались. Да, да, прихожу, у меня, короче, нога вот такой синяк, просто там живот разотом, я откуда-то там падала, а нам нельзя, чтобы, ну, ноги же красивы должны быть, ну, не тональника тогда, ничего такого особо не было. Получила по шиям от тренера. Больше не пойду. Она такая, говорит, Сенка, я тебе заклинаю, пожалуйста, перед сборами, перед стороны, я тебя прошу сутки, двое сиди дома, потому что это прямо вот дальше потом, это какая-то проблема была постоянно. Поэтому, кто хочет называть Настю, дочери или Мирославы, очень сильно задумывается. А, то есть это все-таки от имени, вот как-то, знаешь, когда вы так и не поглубят? Да, 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 у меня есть подружки Насте, та же история. В церковь ходили, мне помогать к шаманам тоже, ребят. Какой знак зодиака? Я рыба и дракон. Ага, так, ну ладно, это гремучая какая-то смесь, видимо. Это да. Так, ладно, ну, Настя, поговорим про твои результаты. Знаю, закончила карьеру по состоянию здоровья, сама сейчас, ну, сама посмотришь, как озвучишь, нет, но по состоянию здоровья как бы, и не дошла до Олимпиады. Вот как вот эти вот ощущения, когда у тебя столько заслуг, да, у тебя вот мир, Европа, и ты вот, ну, как бы уже пошагово поднимаешься до вот этой ступени, которая вот для каждого спортсмена это самое важное, это Олимпиада, как у тебя это было? Это был твой пик, когда ты вот, я вроде к этому шла, я к этому стремилась, может быть, всю жизнь, и тут бам, надо закончить карьеру. Или у тебя как-то ты уже была, может быть, к этому готова? Как вообще? Да, сейчас расскажу, смотри, нет, я к этому абсолютно была не готова, но получается так, что я, мы приехали соревнования из Китая, для российско-китайских игр, сначала ребят к нам приезжали, потом мы туда уехали, и я уж не знаю, как так совпало, мы оттуда кто, какие кишечные заболевания привезли, да, и просто у меня был долгий период лечения, да, которым я назначил врач, я похудела там с две недели на 7 килограмм, у меня пошли очень, ну, короче, свои проблемы пошли с организмом, потом что-то, знаешь, вот так вот пошло все понакатанно, а нагрузка же большая, потому что ты когда приходишь уже, ну, ты смотри, я в национальной сборной была с 15 лет, я выиграла юниорский чемпионат мира и на тот момент это считалось даже круче, чем, ну, старший чемпионат мира, потому что на наш в разы было больше на юниорскую сборную попадания, то есть мы автоматически попадали в старшую, да, то есть, ну, конкуренция была как бы больше, поэтому вот именно в моем году, когда мы выиграли, у нас считалось, что, ну, как бы, ну, я не знаю, по значимости, по почему-то, да, что это круче, да, как бы, и, соответственно, у меня просто пошло понакатанный, вот эта болезнь, она подцепила все, она подцепила все органы, она подцепила просто все, что только можно, вообще прям полностью, я где-то на полгода ушла в это лечение, а тебя никто ждать, соответственно, не будет, потом меня переставили в запасную, я попыталась вернуться, что-то еще полгода подделала, я просто понимаю, что я не вывожу, соответственно, там опять какие-то болезни подкрепились, да, ну, я говорю срачом, она говорит, Насть, вообще не вопрос, можешь заниматься, но я тебе сейчас говорю, как есть. Выбирай, пожалуйста, то ли ты едешь на Олимпиаду, да, ну, то есть я, как бы, в принципе, ну, есть люди, которые, знаешь, хотят на Олимпиаду, потому что можно денег заработать, кто-то хочет славу и так далее, да, я была неизбедной, ну, как бы, я неизбедной семьи с финансами проблем, в принципе, нет там, да, но это очень тяжелый цикл подготовки к Олимпиаде, потому что национальный сбор он тренируется 6-1, ты уезжаешь на Озеро Круглое, и ты оттуда никуда уехать не можешь, и там просто 8-9 часов ты проводишь в жестких тренировках, и ты должен понимать, что ты жертвуешь, как бы, всем, да, идешь, ну, к своей мечте. И мне врач ставит, говорит, Насть, либо ты идешь на Олимпиаду, вот, готовишься, цикл, да, ну, там, 2008 год я не попала, да, либо там можно было, там, ну, дальше, да, идти, либо ты остаешься без детей, потому что, ну, придатки, все, они не выдержат, ну, я и так все две беременности была на Кликсанту, что у меня не работает одна труба вообще, просто, ну, там, ребенка, первую очередь, не потеряли, да, с врачами, хотя я там очень таких хороших врачей наблюдал, и я в тот момент, знаешь, такая молодая девчонка сакуха по факту, 20 лет, и я так и думаю, господи, но я же, у меня даже мурашки вон пошли, и я же, и я так и думаю, господи, я же к этому шла, да, это, в принципе, мечта любого спортсмена, что Олимпиада, дальше там что-то как-то, и я просто села с мамой, поговорила, мам, говорит, Насть, смотри, что тебе важнее, в принципе, говорит, ты всегда, ну, как бы, я спокойно отношусь к деткам, которые с детдома и так далее, у меня даже, знаешь, по каким-то, ну, астрологическим прогнозам, третий ребенок, он стоит либо мой, либо это будет какой-то откуда-то взятый, да, и я все время так и говорю, блин, я хочу ребенка, ну, там, из приюта, почему нет, это, ну, как бы, я хочу, мам говорит, выбирай, вот так или вот так, я говорю, слушай, наверное, все-таки я больше про здоровье, все, и я потом, если честно, еще до 24 лет очень жестко мучилась, поэтому вот для меня такая поездка, знаешь, в Китай, я не знаю, она, наверное, стала, ну, я не могу сказать, что она как-то, знаешь, ну, какие-то негативные у меня моменты, нет, но вот так случилось, значит, так нужно было, вот-вот как-то я к этому так отношусь, но я всегда ходила, смотрела соревнования у девчонок, безумно там за нашу сборную болею, со всеми дружу, с тренером прекрасно общаюсь, мне-то мне однократно предлагали тоже идти в тренерскую деятельность, я какое-то время поработала, но все-таки поняла, что я там чуть-чуть про другое, наверное, да, что, ну, от бассейна все-таки с 20, с 2 до 20 лет, я уже, да, подустала, это все-таки морально тяжело, но и плюс я после того, как закончила спортивную карьеру, я пошла тренироваться ворд-класс, и, соответственно, ну, выступ, ну, ворд-класс уже много, они-то в Монако есть, и Питер, Краснодар, то есть где угодно, да, и там есть профспортсмены, и у нас есть летние соревнования, игры ворд-класса, да, и я их, соответственно, там два года подряд была, ну, там, 18-й год, 19-й год, я там где-то выигрывала, да, где, соответственно, в призовых местах было, то есть у меня было такое, знаешь, был перерыв по спорту, наверное, лет 7, где я не выступала, а потом мне прям такое, поняла, не хватило чуть-чуть адреналина, вот этого азарта, я, соответственно, вот в эту стезю вернулась, но в 19-м году я закончила, ну, получается, последний раз поучаствовала, мне уже прямо окончательно запретили соревнования, потому что, да, там, ну, как бы у меня врожденный там был пролапс метрального клапана, я с ним все время плавала, врачи говорили, Настя, на твое усмотрение, вот, ну, родители из-за этого еще тоже хотели, я говорю, слушай, мам, я, честно, ну, я такая, знаешь, у меня с инстинктом самосохранения не очень, я говорю, мам, я лучше умру в воде, ну, это все профессиональные спортсмены, понимаешь? Да, есть такое, да. Да, то есть, ну, я там с 38,8 выступала на чемпионате Москвы, абсолютно чемпионкой Москвы стала, я там вылезала, меня просто вытаскиваю, ну, то есть, у спортсмена нет жалости какой-то к себе, у тебя есть результат, и ты ни в коем случае не можешь подвести команду. Вот, естественно, у меня просто сейчас работа моя, данная связана с командой, да, то есть, мы там в команде работа, я ребятам все время привожу пример, я говорю, представляете, вот даже ребенком, насколько нам привили то, что от тебя зависит результат вокруг, я даже детям своему говорю, малыш, я говорю, если есть возможность потерпеть еще что-то, давай, потому что вот то, что сейчас с тобой происходит, это все равно зависит вот результат от нас от всех то есть мы единая часть вот этого ну как я говорила сильно механизм машины машина без одного колеса как бы она особо не уедет поэтому вот как то так вот сейчас вопрос как к спортсмену к профессиональному потому что наверняка нас смотрят тоже может быть начинающий может действующий вот ты проговорил такую вещь когда ты заболела да и начались проблемы со здоровьем тоже никому не нужен я хотела эту тему поднять и вот на насчет нее поговорить вот везде в профессиональном спорте есть такая проблема когда ты работаешь ты востребован но в какой-то момент если у тебя что-то случилось ты становишься машины просто сломанной тебя откладывают вот как может быть у наших телезрителей у кого-то сейчас есть такая проблема мы затронем может быть ты подскажешь им как вот как ты смотришь как вот эти вот бороться на самом деле ты себя чувствуешь ты работал ты был нужен и в какой-то момент ты превратился в сломанную машину которая уже никому не нужна тоже грубо говоря пропукал учебу то что в основном все так и есть потому что это случается уже там на закате ну где-то как это постарше становишься как вот как с этим справиться что вот есть такая ситуация так ну смотри но во первых нужно понимать да есть у нас виды спорта у всех разные то есть есть дай ну где-то там допустим единолично там я не знаю там ну хорошо ты про и про групповой когда про командный смотри во первых всегда нужно понимать что меня эта фраза конечно безумно раньше прям бесила злилась я не знаю незаменимых людей нет вот мне всегда говорили незаменимых нет но скажу так что на мою позицию кто вот поддержки вот так толкает высоко что девочка летела достаточно долго не могли найти человеком до чтобы вот ну как бы я всем играла нет нету типа я такая меня нельзя заменить да то есть просто нужно понять что действительно бывает такое это должен сразу быть готов к тому что если вдруг у тебя что-то случается со здоровьем должен понимать что к примеру вот еще надо просто по возрасту смотреть понимаешь да нужно понимать что бывает такое да что вот возможно те уже просто там вселенная подскажет типа насть остановись все уже достаточно ты уже свое грубо говоря ну вот этот путь прошла возможно нужно выбрать что-то другое и куда-то там полезность вот это нести в другое место и тут еще нужно понимать что если есть какие-то проблемы со здоровьем вот у меня мои тренеры до меня за меня всегда бились до победного они всегда до победного я родители всегда у тебя тренер просто как родитель и здесь нужно понимать если это действительно важный игрок до важный игрок вот в этом ну как бы в этой команде то за тебя будут бороться но есть к примеру понимание что какие то есть проблемы с организмом который ну к сожалению ты не не сможешь восстановить все и тебе надо просто ну как бы ну понять что все просто ну как бы морально подготовить на смириться продать себе что я могу быть полезна в чем-то другом ты можешь быть просто шикарнейшим потом тренером то есть все все же даже если пять лет или семь ты прошел спорт это какой плата ты себе заложил то есть спортсменам я тех но да эта база тебе насколько легче то есть я любые какие-то стрессовые ситуации переживаю по-другому я могу работать режиме 24 на 7 ним достаточно мало времени нужно на восстановление у спортсменов по-другому работает мозг вообще абсолютно да то есть ну здесь нужно так понимать а во-вторых сейчас настолько дал далеко ушла медицина что ну практически любую болезнь можно восстановить все просто договориться с тренером сказать слушайте вот давайте вот так пока что там находим какую-то мне замену да или ждем меня и прям вот спрашивать сколько у врача будет занимать реабилитационный период все чтобы тренер тоже был готов потому что тренер как бы ну ему должен быть определенный результат он отчитывается перед спорткомитетом и как бы там ну дальше такая градация идет да во вторых тоже тренер он еще сильнее на самом деле чем ты сам переживаешь то есть может казаться со стороны что он такой жесткий там вот как-то ему все равно нет его так научили он так умеет он по-другому не умеет все поэтому как-то так но во-вторых господи столько всего вокруг рядом есть где можно реализоваться но нет подожди а как же вот фанатики вот есть настоящий фанатике мне вот моем кругу общение есть такие люди которые ну все вот если если закончить то вот она сядет и у нее полотно белое она не знает и и будет вот это месяц не знаю два три полгода продолжаться тяжело переключиться тоже человек фанатеет от этого спорта вот прям и физически не может это не выйти на пробежку вот это это же все собирается в одну кучу по-русски говоря это командная атмосфера эти эмоции от побед и как же фанатиком переключиться быстро найти то где можно еще реализоваться это 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 надо каким-то уникальный наверное какой-то способностью обладать чтобы цепко понять быстро в жизни определиться а иначе у тебя получается что ты сидишь и вам все я поняла смотри вот этот вот жесткий уход и и спорта быстрый когда ты это это еще от человека наверное зависит ну смотри вот я тоже ушла получается да я пошла как бы в лечение там свои болезни и по сути у меня был только институт потому что ты еще знаешь чем сталкиваешься когда ты ходишь спортивной карьеры ты привык что у тебя весь день загруженный расписан и ты такой дуны время да у тебя свободно время ты такой думаешь господи а чё делать-то чё делать да то есть институт конечно я в 20 лет закончил там в 21 практически ты понимаешь что у тебя есть институт но институт это все равно какое-то время так это у тебя мозг думает так куда ты пойдешь работать что делать что тебе интересно ты пытаешься копать перебираешь вот это вот все но я те могу сказать так что приблизительно ориентировочно ну там год может тебя как-то пошатать куда но обычно чаще всего да это нужно идти в такую же деятельность в принципе как-то переключиться рядышком до рядышком да потому что ну ну не всегда у нас получается восстановиться я по я сама была лютым фанатиками эти говорю что вот я говорю даже несмотря на то что врачи уже запрещали я все равно хоть на какие-то соревнования но нужно съездить что-то знаешь в чем проблема у спортсменов мы испытываем ты знаешь даже не какой-то вот гордость понятное дело адреналин поняла вот этот адреналин ты же когда вот мы выходим на помост красивый там с пучочки вот это все там посчитали стоим перед водой тебя трясет у тебя вот такой мандраж тремор и ты когда прыгаешь воду он просто растворяется первое движение ты нервничаешь потом все пошло как по накатной вот этого не хватает поняла вот это вот да 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 вот этого куража адреналина признание публики все равно но тоже как бы важно реализации своей ты сидишь и думаешь господи а что мне дальше реализовать я была там спортсменка мне что-то заново снули просто с нуля всегда начинать сложно но если у человека ну знаешь я же много курсов и психологии и тренинги что угодно сейчас книжек очень много всяких разных да слава богу как бы это сейчас но внедряется людям потому что ну как бы они понимают что можно самому себя создать все ты просто покрутишь повертишь что тебе интересно пару по по каких-то позиций попробуешь и дальше можешь соответственно развиваться я тебе могу сказать так что вот у нас были девчонки которые доходили там тоже как я там чемпионат мира все а потом они такими тренерами стали вот вообще есть ну соответственно у данченко татьяны до которая девчонок тренирует там светку ромашную колесниченко тренировал я тут со светкой дуэт делал все время у данченко есть дочка лента тверновская лена никаких результатов по сути не достигла ну там мастер спорта по маме ну как бы у нас там мастера спорта было очень много но при этом она такой офигенский тренер она просто она программу прекрасно ставит но видимо от мама генетически досталось да ну как то вот отложилась на уровне все и она все в национальной сборной работы то есть бывает много спортсменов профессиональных там до олимпийских чемпионов а как тренера они ноль да да здесь еще просто надо посмотреть потому что ты можешь какой-то момент стопорнуться но при этом ты столько этому миру может дать ты можешь таких ребят вообще вырастить в которых кто-то не верил и вот это тоже надо понимать еще не каждый еще знаешь что важно когда к примеру тренер он должен в тебе рассмотреть вот эту изюминку которую никто не видит потому что мне все время гривой гриценко поварчит сейчас пойдет сделать это куда что-то ворчал ворчал я не могу я не буду я усталыми все время говори гриценко поварчит ничего страшного пойдет сделает все и меня в этом плане всегда хвалили и и конечно тренеру важно не дать угаснуть вот этому огонечку хорошо насть многие моменты обсудили интересные вещи теперь скажи куда по твоему мнению движется сейчас синхронное плавание как она развивается какие дальнейшие перспективы у этого вида спорта смотри сейчас кстати хорошо что затронула эту тему потому что она же залгом и толерантный ко всем да как бы и к мальчикам и девочкам я в принятии ну мир мир разный у меня разные друзья есть просто смотри сейчас активно наверное последние лет пять где-то так получается может чуть-чуть побольше мужчины приходят в наш вид спорта также как и в художественную гимнастику то есть да я считаю что синхронное плавание плюс-минус это смотрится уместно да потому что ножки там из воды какие-то то ну как бы плюс-минус одинаковые да работают скажем так ну хорошо не но все равно знаешь как просто было смотри в синхронном плавании нас просто подбирали по росту по весу то есть ну приблизительно что мы были одинаковы просто мужчина априори он сильней он априори сильнее он там будет выше стоять во всякие там наших за вертикали что-то выше дело давали у ноги сильнее то есть да чуть-чуть он все равно превосходит на женщину то есть но это не совсем правильно да куда движется синхронное плавание но в связи с сложившейся ситуации до которой она сейчас есть на стране к сожалению спортсменам запрещено выезжать на какие-то международные соревнования хотя всегда должна быть история что спортом не политики но как бы и что имеем то имеем синхронный плавание сейчас очень много приходит ребята девчонок прям вот очень много причем они знаешь приходят они такие приходят худенькие с растяжками такие прям подъема артистично и очень высокие же дети вообще акселераты идут они такие прям намного выше чем мы то есть я думаю господи у меня сейчас дети на это вообще метр восемь сбуд я метр семь шесть да сейчас какое-то поколение не прям такие высокие перспективы очень хорошие потому что внутри страны создано достаточно большое количество соревнований куда ребята могут ездить мы можем выступать под нейтральным флагом ну понятное дело что национальная сборная на не под не поедет выступать да поэтому я надеюсь что в ближайшие там несколько лет ну как бы будут внесены какие-то корректировки и соответственно российская федерация на нормальных условиях поедет выступать на чемпионат мира европу и соответственно олимпийские игры поэтому как так я все-таки за то что политика никакой вообще ну как бы влияние не должна иметь на спорт настя тебе еще раз поблагодарю за то что ты пообщалась сегодня с нами такую прекрасную жаркую погоду это была программа новости спорта я ее ведущая лада дудко но повторюсь в гостях у меня была анастасия гриценко мастер спорта международного класса по синхронному плаванию